Площадение нападает головное место Гомеля, куда в Новый год приходят граждане. На этот раз до ее традиционного пригожения додадут новые элементы. Правда, супрасовники милиции эту пригожность хоть и зауважают, але головное для них охова правопарадку. Ни одного больше-меньш значного здарения подчас проведения новогодних культурно-забавлянных мероприемств на территории всей области, это у значной ступени заслуга супрасовников управления внутренних справ. Внесение службы осуществлялось сотрудниками органов внутренних дел на всей территории области в усиленном режиме. Обеспечена охрана правопарадка в местах проведения культурно-забавлянных мероприятий на площадях, в других заведениях. Пьяных, естественно, в состоянии алкогольного опьянения на мероприятия не допускали. Не заставалися у святочной дни без права и супрасовники подразделений у Министерства по незвучайных ситуациях. В Колькине проводятся тлумачальные работы, а аматоры курения у ложку у стани алкогольного опьянения у сё ровно застаются. Усе переконаны, минавито за ними ничего не сдарывается, а не сдарывается, причем самое горшее. Правда, сё ли-то, через Першего Снежня и Першего Суденя, пожаров было всё-таки значительно меньше, чем год тому. Произошло пять пожаров, на которых погиб один человек. В Добрусском районе, в многоквартирном жилом доме, мужчина из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Два человека было спасено, которые пытались оказать этому мужчине помощь. Также хотелось бы отметить, что не обошлось на территории области, несмотря на проводимые профилактические мероприятия по пиротехнике. Вот, восемь фактов обращения граждан с травмами различной, степени тяжести. До речи, полового потерпелых от выкрыстания пиротехничных сродков жанчины, ранее, яны у этой статистики убогули практически николи не терпляли. Выник невыконания правил техники безопасности, опеки рук и дорваные пальцы. Что отличается с ситуацией на дорогах, то гонок пьяных водителей на Гомельщине на этот раз не было. У самим Гомеля, например, пешего студеня зареистровано каля 20 невеликих сдареньев, у яких пошкоджения отрымали только машины. Хоть у инших районах без доезда на пешеходов всё-таки не обошлось, а отбылись яны пешего студеня уже у тёмный час суток. Есть подставы мерковать, что и к минимуму один из двоих потерпелых находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В первом случае в Мозырском районе в шестом часу вечера водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, совершил наезд на пожилого мужчину 1926 года рождения, который переходил дорогу в Мозырь-Калинковичи в неустановленном месте. Также в городе Речице был совершён смертельный наезд автомобилем такси. На улице Наумова пешеход лежал на проезжей части. Водитель не смог вовремя среагировать, совершил на него наезд. До сёмного студеня уключено. Усе службы, которые обеспечивают парадок, будут працевать в возможном режиме. Причём одночасово со штатным дежурством они будут займаться ещё и профилактичной работой. Принято указание областным исполнительном комитете об усилении деятельности всех субъектов профилактики правонарушений, которые будут путём обхода домовых территорий, квартир граждан, различных групп риска. Олег Синчеров, Михаил Робков, Телер, Раду, компания «Гумель».